Чем кормили и как поел? Вопросы, которые чаще всего родители задают своим детям. Лучший способ убедиться, что с питанием в школьной столовой все хорошо, проконтролировать процесс лично. Родительский комитет средней школы района Лимбияха следит за питанием детей с завидным постоянством. Два раза в четверть они смотрят за тем, как и что едят их дети. Оценивают санитарное состояние столовой и снимают пробу с блюд. Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Весенний салат с соленым огурцом, картофелем и зеленым горошком. Плов и ароматное какао. Блюда выглядят вполне аппетитно. И кажется, что после двух часов школьных занятий тарелки останутся пустыми. Но ожидания далеки от реальности. Салат, подавляющее большинство школьников, отодвигает сразу. Плов едят лучше, но тоже не все. Что ты сегодня ел? Насколько это для тебя вкусно? Рис с мясом. Ну было вкусно? Да. Ты такое любишь? Да. Скажи, Владимир, а почему салатик даже не притронулся? Я не люблю. Было очень вкусно, на 100%. Миша, не совсем даже не притронулся. Притронулся. Почему не съел? Там лука много. Разобраться с претензией школьников родители стараются тут же на месте. Чтобы разговор получился конструктивным, повара предлагают им лично отведать каждое блюдо. И здесь взгляды родителей и детей расходятся. Еда вкусная. В том, что школьники отказываются от холодных блюд, во многом вина самих родителей, подытоживают проверяющие. Не чувствуется лук, что так, ты говоришь, много. Да, потому что лук, он видно, картошки. Здесь немного лука, нормально. Лук не свежий. Ну, как не... Он обработанный. Он обработанный, припаленный. Не хрустящий. Кипятком, кипятком, да, лук. Кипятком обдатый, он поэтому горечи и запаха лука нет. Мы обратили внимание, что не любят наши дети салаты. Некоторые едят по две порции, но большинство салатов остается. То есть, ну, это повод родителям задуматься. Наверное, надо дома культуру потребления овощей как-то более продвигаться. Для того, чтобы дети больше витаминов получали. Сами школьники о своих гастрономических пристрастиях рассказывают с большой охотой. Зачастую в перечне излюбленных блюд не самые полезные. Но родительский комитет терпеливо выслушивает все предложения. Мнение ребят здесь учитывают и при составлении меню. Правда, во внимание берутся только те, где речь идет о здоровом и правильном питании. Есть у тебя какие-то любимые блюда, которые ты любишь в школьной столовой? Да. Скажи нам, какие? Макалоны. Я люблю плов, маклеты. Котлеты с картошкой. Макароны с сосиской и помидором. Я хочу гамбургеры, пицца. Следить за полноценным питанием учащихся – одна из обязанностей школьного фельдшера. Именно она снимает ежедневные пробы с приготовленных блюд. Она же отвечает за то, чтобы подаваемая детям еда соответствовала всем санитарным нормам. День начинается с того, что мы проверяем состояние здоровья персонала в первую очередь. Все записывается в соответствующий журнал. Далее уже проверяется санитарное состояние в столовой. Проверяются, как хранятся продукты. У нас-то очень грамотно подобранный персонал в столовой, но это не дает нам права расслабляться, естественно, и исключить какую-то цепь проверки. С момента поступления продуктов проверяются соответствующие сертификаты, соответствующий внешний вид и качество продуктов в соответствии с сертификатом. Далее уже состояние готовки, качество. Проверяется не только внешний вид продукции, но и содержимое пищи уже готовой. Проверяется вкус, консистенция, качество. Потом уже подаются детям на стол. Результаты родительского рейда берут во внимание при составлении меню. Так, благодаря их участию, ученики школы с 5 по 11 класс второй год имеют право выбора. Из четырех предложенных комплексов голосуют за самое, на их взгляд, вкусное. И хотя учащиеся начальных классов питаются за счет средств городского бюджета, но родители уверены, что их участие заметно помогает улучшить качество питания детей в школе. Наталья Худяева, Татьяна Стофеева, Гарник Маргарян, Служба новостей «Импульс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова